Дорогие друзья, всем привет! С вами канал Покемоши Лайв и сегодняшний ролик будет у нас немножко особенный. То есть это без сценария, вот видите нет никакого сценария. Мы сегодня вам покажем СР-3 электросекцию, которая была когда-то просто чуть менее чем более хороша. Более-менее. Короче, была отличная. Отличная. А сейчас она уже вся ушатана. Вот эти вот как их там, огненные муравьи каннибалы. И мы сейчас вам ее покажем. Смотрите, это просто... Смотрите, это просто. То есть, смотрите, ребята, во-первых, спереди. Вот вы видите, как они ушатали. Вот даже, видишь, стекла уже нет. Просто трэш. Ё-о-о. У меня тут, видишь, сидухи, но... Блин, короче, вообще все плохо. Ладно. Здесь вот были кругом козырьки. Вот можно видеть. Вот они. Раз, два, три, четыре. Их уже нету. Остались тифоны, но не полный комплект тифонов. Тут он сверху те. Где мембрана тифонов уже взломана. Путь очиститель еще держится. Но ее, по-моему, подклеивали. А так был хороший передок. Видишь, тут СР-3, СССР. Это все я из проволочки, из картона делал. Всяких. Давай дальше смотреть. Александр, ты подсказывай. Что ты? Вот что у нас под дверем, посмотри. Все, ты гребен. Это как будто заброшку чекать, понимаешь? Заброшку. Да, я вам видишь, что дверь, они уже все просто... Она у меня была двойная дверь. Видишь, вот это я понял. Я делал двойную дверь, и между ними стекла вставлялись. Видишь, здесь же все оторвали. Упыривно, да? Про колесные пари, а там даже не говори. Там гребни, вон, уже во что превратились. Просто в труху какую-то. Я этот электропоезд уже перекрашивал. Вот видите, да? И второй слой. Тут началась отгрунтовка была, от слой грунта. Вот даже тут все. Вот так вот, короче. Да. Здесь вот как-то так. Видишь, тоже. А я его перекрашивал. Но это вагон-то головной, а тут под вагоном мало оборудования. Вот смотри, была здесь антенна поездной радиосвязи. Ты видишь, как вырваны. Ты посмотри, Саша. Вот что ты скажешь? Иду сюда. Ты видишь? Вот. Короче, вот так вот должна быть штука. Тут надо приклеивать ее будет. Вот смотри, вот так. Вот, видишь? И-и-и. Вот, и риблий, все по-рубаням. Там, пускай, ну вот в одну. Можете, в большом музее? Вот так, пускай, вот здесь, так. Музейчики улучшатся. Начальник расстроится. В общем, вот такая у нас крыша. Здесь была антенна КВ-диапазона. И уже ее, видите, нету. Одни кронштейны остались. Здесь задняя часть вагона. Что у нас по нему? Ну, тоже, видишь, да, двери уже, вот эти стойки все. Вот они по бороде пошли. Здесь нет межсекционного, ой, межвагонного сухля. Ты видишь? Тоже покосны здесь эти все приборы. Здесь, как будто он стукнулся во что-то. Как тебе головной моторный вагон? Сделал хорошо. Да поручни все же, вот тут повыгибали. И подножки нету, ты видишь? Да. Оторвали, вот подножки здесь есть. Ой, блин. Ну, зато только приемники, более-менее. Они, видишь, не опускаются. И так поднимаются. До сих пор еще не успели сломиться. Тут какие-то, видишь, наклички, типа маски такие. Ну, переходить, что бы. Теперь вот этот вагон. Это третий головной, но хуже состояние. Хуже у него состояние. Че там? А, смотри, букса-то. Ё-о-о. Блин, тут вообще колесная пара выскочила из-под бурса. Узла вот так. Ё-о. Короче, здесь телега уже все по бороде вообще пошла. Надо полностью осмотреть. Я свидетельствую колесных пар делать. Тоже дверь вот. Здесь вот еще более-менее на этом вагоне видно дверь. А здесь вообще уже все. Это вся краска даже слезла от номера вагона. Понимаешь? Надо просто резину подбрать. Ну, ладно, хотели. Ух. Здесь более-менее, по крайней мере, по покраске, да, еще сохранилось. А здесь? А здесь? Вот это ты сюда, слышишь? Смотри. Пути очистителей нету. Автосцепки нету. Стекло вымятое. Все козырьки, понимаешь ли, сорваны. Тифона погнут. Вот из-за того, вот в тифон, вот мембрана еще, видишь, мембрана осталась. Да, печально, зрелище. Вот тут я не обратил внимания. Кстати, смотри, молдинка оторвали, видишь? Молдинка здесь был, где нет. Даже молдинка оторвать сумели, как вот это. А с этой стороны тоже, вот видите, немножко видно, молдинка уже надорванный весь. Уже все тут, а молдинка уже по бороде пошел. Здесь он, а не оторванный, на том вагоне. Так. И здесь как-то все плохо. Так, ладно, в общем, какой мы делаем вердикт? Ну как, ее надо опять восстанавливать, все. А смысл ее восстанавливать, если ее опять ушатают? Она будет нас там стоять, в этом круглом зале, все будут ее хватать опять. И будет такое же дичь. И вот, друзья мои, еще посмотрите, ночь. Мы все-таки усмели его запитать. И вот как это выглядит в темное время суток. То есть вот в каждом вагоне можно видеть вот такой антураж. А, 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 а! КОНЕЦ По-видимому, надо сделать некоторые пояснения. Итак, электросекция SR3 в масштабе 1 к 30, выполненная из картона своими пальцами. Вещь не маленькая и местами годная. Однако, обратной стороной всяких выставок и тому подобных мероприятий является ушатывание экспонатов чуть менее чем полностью. Собственно, последствия этого мы и наблюдали несколькими минутами ранее. А жаль, поскольку в таком масштабе электросекции SR3, скорее всего, больше нет. Главное, сама модель легендарная. Это как пить дать, любой джентльмен подтвердит. Такая же легендарная, как, ну скажем, поезд «Красные стрела». Почему он? Это первый фирменный поезд в истории СССР, который начал курсировать между Москвой и Питером с 10 июня 1931 года. Весьма любопытно, что изначально вагоны поезда были окрашены в синий цвет. Это, конечно, жестко. Синие вагоны «Красной стрелы». И только в 1962 году, когда собралась группа Rolling Stones, МПС наконец-то перекрасил поезд в привычный сегодняшним пассажирам темно-красный цвет. Впервые в составе поезда появились вагоны класса СВ. На месте верхних полок там висели зеркала и лампы. По красоте, обслуживанию и удобству поезд не отличался от зарубежных аналогов. Был вагон-ресторан, блюдо из которого при желании приносили прямо в купе. Имелся и телефонный пункт. На стоянках пассажиры могли позвонить куда угодно, даже в Лондон и Париж. Помимо всех замечательных качеств, поезд был точнейшим среди составов того времени. По нему можно было сверять часы. И неудивительно, что с ним ездят всякие знаменитости. Алла Пугачева там, Валерий Леонтьев, Джим Моррисон, Арчик и другие. И натурально в вагоне запросто можно увидеть какого-нибудь Эрика Бёрдена. И даже взять у него автограф. Надо только купить билет. Что? Не слышу. Ты живешь не в Москве, не в Питере? У тебя не денег на билет, а твоя коза сдохла? И вообще в CSGO одни читеры? Не печалься, друг мой. Лучше послушай, что я тебе скажу. Для начала купи электрогитару и научись хорошенько играть на ней. То есть нет. Купи лучше сам поезд «Красная стрела» и будет тебе шастье. Это даже круче, чем станция Мстера. Сто тридцать восемь. Сто тридцать восемь. Сто тридцать восемь. Шун ты? Тарошун. А искать поезд будешь на планете Три. Если точнее, то в магазинах сети Евротрейн. О да. Эти парни просто гении. Сумели объединить под одним брендом и макетную студию. И сеть магазинов для моделистов. И даже производство масштабных железнодорожных моделей по спецзаказу для особых покупателей. Вот посмотрите, какую красоту делает Евротрейн. Набор из двух вагонов «Красные стрелы» в восемьдесят седьмом масштабе. Один СВ с двухместными купе, а второй – вагон-ресторация. Это по-нашему. Гляньте, какая детализация. Накладные буквы, герб, номер вагона и обязательный интерьер. В спальном вагоне салон обшит пластиком под дерево, как в настоящем Аминдорфе. Да, первоначально для этого поезда вагоны делались исключительно в ГДР. Вид на торцевые стенки. Все надписи в наличии. Потрясающие тележки с изумительным ходом, если катать на макете. Ну а колесные пары, разумеется, металлические. Очень правдоподобно выполнено подвагонное оборудование. Хоть на ресторации, хоть на СВ. А чтоб совсем уж грустно-то не было. Возможно установка внутреннего освещения. Ну, как у нас в начале этого ролика. И да, компания Евротрейн дает гарантию целый год на эти модели. Так что, друг мой, налетай, торопись, покупай, не толпись. Купить поезд «Красная стрела» и, разумеется, не только его. Можно в Москве, магазину станции метро «Трубная» и «Маяковская». А также в Питере, около метро «Технологический институт». Тем же, кто живет совсем в другом месте, интернет-магазины в помощь. И, конечно, ссылка на официальный сайт компании Евротрейн будет в описании. А теперь послушаем того дедушку, который говорил в начале. Короче, вот такая электросекция. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. Ну, дед не сказал про то, что надо еще заходить на стримы и оставить комментарий какой-нибудь. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok